История независимого современного Азербайджана началась очень тяжело. К сожалению, у нас много печальных страниц. Среди них геноцид в селах Малабейли и Гушчулар. Эти преступления считаются одним из самых кровавых преступлений, совершенных армянами против азербайджанского народа. Были зверски убиты десятки человек. Мирное население изначально находилось в тяжелом положении, ввиду того, что в 1991 году из-за плакады попасть в Шушу можно было только на вертолете. А последний вертолет, летевший в этот город, был сбит армянами 28 января. В полночь 10 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования напали на эти села и учинили массовую расправу над населением. Да, наши земли уже освобождены от оккупации. С нашей победой в 44-дневной войне историческая справедливость была восстановлена и кровь безвинно убитых людей была отмщена. Но мы не забываем и никогда не забудем все преступления армянской стороны в отношении нашего народа. Конечно, это один из самых кровавых преступлений против нас и мы должны всегда фокусировать свое внимание не только в геноцидах Ходжалы и в других преступлениях, совершенными армянскими террористами в Карабахском регионе. Конечно, после 44-дневной войны, после Отечественной войны мы наконец-то восстановили справедливость и, конечно, сегодня мы одновременно должны помнить погибших азербайджанских людей и одновременно мы должны спросить премьерское руководство, чтобы они должны нести наказание за то, что они совершили в Карабахском регионе. Конечно, виновные должны понести наказание. И сколько бы лет ни прошло, мы не теряем веру в справедливость. Она обязательно восторжествует. Пока же нам и дальше нужно рассказывать всему миру не только о геноциде в городе Ходжалы, но и о том, какие массовые убийства ему предшествовали. Конечно, мы должны вместе с геноцидом Ходжалы одновременно фокусировать свое внимание на том, что не только город Ходжал и другие населенные пункты, города, азербайджанские города в то время были атакованы армянами. И село Кушсуар и Малбейли подверглись атаке. И, конечно, до оккупации города Шуша армянские оккупационные войска атаковали и убивали мирных жителей этих сел, чтобы напугать азербайджанское население. И, конечно, мы должны сказать, что Армения, ее руководство несет ответственность и международное право требует, чтобы все должностные лица руководства армянского государства несли ответственность. И мы должны в этом контексте информировать и наше население, и международное сообщество, чтобы они знали все эти преступления и чтобы наказание наконец-то наступило для тех, кто эти вандатские акты совершил. Да, понятно, что нынешняя власть в лице премьер-министра Никола Пашиняна не несет прямой ответственности за все то, что сделали его предшественники. Но именно действующее руководство могло бы способствовать решению накопившихся, мягко говоря, проблем. В Азербайджане желают мира с соседями. Нам друг от друга никуда не деться. Но в Армении ясно должны понимать, для наступления мира нужно делать конкретные шаги. Вот сегодня мы обсуждаем вопрос о делимитации, демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Сегодня мы обсуждаем вопрос по поводу мира, мирного соглашения. И наконец-то это соглашение должен положить конец проблемам между нашими странами. Вот в этом контексте лучше было бы, если армянское руководство сначала извинялось перед азербайджанским государством, перед азербайджанским населением за те совершенные акты. И это, конечно, поспособствовало бы к разрешению оставшихся проблем. И, конечно, мы ждем, что армянское руководство, армянское государство, официальные лица наконец-то будут извиняться и будут нести ответственность за те деяния, которые они совершили. Вот это было бы конструктивным подходом с армянской стороны. Это было бы конструктивным, прагматичным подходом. И, конечно, мы, как азербайджанское государство и как международное сообщество, очень ждем, чтобы, наконец, армянские лица сделали то, что зависит от них.